что-то такие тучи на нас надвигаются прям как грозовые хотя дождя по прогнозу не предвиделось всем огромный привет вернее доброе утро вот кстати дождик заморосил у нас сейчас 7 часов утра и я еще в какой-то прострации нахожусь никак не могу себя в кучу собрать но уже нахожусь на низком старте чтобы отправиться в город в общем не надо попасть в загс и поменять там свидетельство рождение ребенка и в общем история такая что мы никак не можем получить паспорт уже прошло три месяца со дня и 14-летия на протяжении двух месяцев мы пытаемся сделать паспорт бюрократия просто зашкаливает нас постоянно шпыняют от одной инстанции другую бумажки все время какие-то не те и господи там фотографии мы только целый день убили чтобы сделать нужные фотографии хотя казалось бы сейчас настолько все систематизировано но человеческий фактор играет очень важную роль в этом вопросе вот ну и сегодня я надеюсь хотя бы решить вопрос загсом со свидетельством в общем всю эту историю я расскажу вам уже по дороге сейчас долго болтать не буду и вообще наверное это будет такой лайтовый вложек я просто поснимаю утреннюю анапу покажу вам новый загс который у нас недавно построили и расскажу потом чем дело в загсе хотя бы закончилась если закончится я на это очень сильно надеюсь что она закончится потому что у нас говорят что надо потратить загсе просто целую жизнь чтобы решить свой вопрос у нас один по моему не по моему один загс на весь анапский район и представьте все эти деревни все эти села все эти люди едут со своими вопросами в один единственный загс поэтому я надеюсь быть хотя бы в числе первых очереди первое я не надеюсь быть хотя приеду очень заранее скорее всего он даже не откроется но хотя бы быть хотя бы быть в числе первых в общем ладно все это расскажу вам по дороге сейчас собираюсь уже и еду так я уже в дороге но и в общем по пути сейчас вам расскажу как и обещала историю про наш паспорт в общем исполнилось дочери 14 лет мы как прилежные люди поехали в нашем фаце в анапский а на город и по моему на близлежащие станицы я не знаю в крупных каких-то станицах есть своим пацану в общем на близлежащие поселения мфц тоже одно мы приехали туда там человек 30 только на выходе в очереди только на улице человек 30 стоит чтобы вы понимали самом здании тоже все битком и мы поняли что нет мы ждать так долго не будем это реально все приехали тоже утром и вспомнили что есть такая станица на тухаевской это правда новороссийский район там есть филиал мфц маленькое здание маленький кабинетик всего один людей мало в общем мы поехали туда приехали что дальше правда на тот момент у ребенка не было прописки нам сказали делать прописку окей ладно мы подали заявление 8 дней по моему ждали пока сделают все едем обратно в мфц нам говорят платите пошлину собирайте нужные документы ксерокопии делать фотографии и приезжайте ладно поехали делать фотографии фотографии делали в анапе приехали сказали сделайте нам пожалуйста фотографии для паспорта никаких вопросов ни у кого не возникло сделали приезжаем обратно в мфц уже со всеми документами нам говорят не те фотографии у вас матовые нужны глянцевые или наоборот я честно говоря уже не помню какие там нужны вот мы говорим ну а почему нам во первых вы не сказали что нужны определенные почему нас в этом фотосалоне не спросили говорят ну вот в анапе делают глянцевые мы делаем матовые ладно поехали мы искать в натухаевской где делают матовые сделали оплатили пошлину все со всеми документами приехали заводят ребенка нас не пускают только ребенок должен значит написать заявление заполнять там все меня конечно тогда возникли вопросы ладно все сделали дочь еще потом сказала что она ничего сама не заполняла просто и дали расписаться она расписалась и сказали там в течение скольки-то то дней придет уведомление приезжать на российской забирать паспорт хорошо ждем и что вы думаете через четыре дня нам приходит уведомление по шести пунктам ваше заявление не может быть принято одно из них это свидетельство о рождении потому что она у нас за ламинирована а ламинировали его почему-то нам загсе это не мы делали короче не пойдет и сказали меняйте свидетельство вот собственно говоря сейчас я еду в зак чтобы его поменять и еще пять пунктов 5 ошибок заявлений не совпадение по месту регистрации по месту рождения представляете эта девочка которая заполняла перепутала хабаровский край с архангельской областью это как вообще возможно я не понимаю хотя все ксерокопии все там паспорта все везде одни и те же адреса как можно было написать архангельской области я до сих пор не понимаю вот и таких пять ошибок грубых нарушена что не совпадение и в общем надо сейчас поменять поменять свидетельство ехать обратно писать новое заявление а дочь естественно нас перепугу ей подсунули бумажку она и расписалась так добралась я до загса вот он наш новый загс теперь это приличное место не то что было раньше время 7 45 15 минут до открытия люди я уже смотрю туда подходят активно ну теперь теперь здесь красота надо лавочек почему-то нет совсем в общем жду окна народу не так уж и много как я боялась я наверное 3 сейчас буду все тут по талончиком электронной очереди все прилично ну конечно без беготни никак не обошлось отправили меня платить новую пошлину надо сейчас найти банкомат он там по он через дорогу оплатить пошлину вернуться обратно ребята я все сделала все я поменяла свидетельство на мое удивление очень все быстро произошло так я пришла попить кофе от меня так нажор пробило я сейчас нахожусь на 40 лет победы тут чего-то строят неужели будет новая набережная что там красота какая-то в общем возьму кофе какой нибудь сэндвич пойду любоваться на море я честно говоря не ожидала что все так быстро и народу было мало и все достаточно так цивилизованно по талончиком по кабинетам людей раскидывают все быстро очень для меня неожиданно ну слава богу хоть один вопрос решила ну красота ой я не знаю я прям балдею того что можно вот так вот утром 9 утра взять кофе сэндвич и сидеть любоваться на море я кайфую от анапы тучки все так и гоняет сегодня хоть не жарко душновато но терпимо кстати я забыла вас поздравить последний днем весны завтра уже лето как быстро летит время лето обещает быть жарким по всем по всем понятиям и туристов ожидается много и по погоде жарким красота просто красотища так мы напоследок хотела вам показать я уже дома и по пути домой я заехала на рынок купила зеленый горошек 200 рублей килограмм и 4 килограмма клубники просто сейчас обожрусь смотрите какая она красивая крупная и на удивление сладкая потому что бывает так что вот она такая крупная красивая на вкус кислятина вот это я уже попробовала на сладкая и вот эти 400 ой 400 господи говорю 4 килограмма вышли на 800 рублей до 800 я отдала